Друзья, всем привет, с вами по-прежнему я Алексей, а сегодня мы вместе с вами посмотрим на новые модные игры Eurotrack Simulator 2. Это у нас трейлеры, как вы уже поняли, и называются эти трейлеры Yekery. Ну, я надеюсь правильно прочел, фирма у нас получается родом из Финляндии, там именно эти трейлеры зародились. Ну, по-фински как бы Yekery, наверное, будет все-таки правильно. Хотя не знаю, если кто вдруг шарит, как-то так или иначе сталкивался с ними, добро пожаловать в комментарии. В общем, ребята, да, это первый, так скажем, наверное, пакет трейлеров, на который я делаю обзор. Есть еще трейлеры NTM и есть трейлеры VAC, но они, к сожалению, пока что недоступны для собственной покупки. Автор старается это сделать, и как только они появятся, ну, точнее, как только на них появится возможность их покупать в собственность, так сразу я на них сделаю обзор, ну а пока посмотрим на Yekery. Что же это вообще такое? Помимо трейлеров, они делают еще и фургончики, которые ставятся на тандем шасси. Кто не видел, если обзор на Mercedes MP2, ссылочка появится справа сверху, вы сможете там посмотреть, как эти тандем-фургоны выглядят. А здесь мы сейчас с вами посмотрим именно на полуприцепчики. Итак, что же у нас имеется? У нас имеется обычная коробка, стандартная, в общем-то никаких, в принципе, здесь новшеств у нас нет. Есть такая же, в принципе, коробочка, она может быть как драйвеном, так и рифером. Не смотрите, что здесь написано рифер, ее можно легко переделать в драйвен, но здесь у нас уже площадь загрузки несколько увеличена. Соответственно, то же самое Yekery City, ну это, знаете, типа для городских доставочек, он у нас немножечко покороче, но, в принципе, по высоте пола, как обычный полуприцеп. Ну и, соответственно, у нас имеется двойная сцепка, она также может быть как и драйвеном, так же можно из нее сделать риферератор. В общем-то, наверное, это самое интересное, поэтому давайте именно на этом варианте мы с вами сегодня и остановимся. В общем-то, по самим трейлерам, да, как они выглядят, естественно, никаких вообще вопросов к модели у меня нет. Все выглядит действительно очень здорово, классно, аккуратно, нигде нет абсолютно ничего лишнего, все на своих местах. Все реально очень здорово и круто смотрится. Есть, кстати, здесь несколько вариантов осей, но к этому мы сейчас вернемся. По типу сцепки, да, опять же, можно просто взять какой-нибудь один трейлер, одиночку, да, например, если вы не хотите таскаться с двойной сцепкой. По типу кузова имеется драйвен, имеется рефрижератор, то есть у нас здесь ставится установка и, соответственно, здесь у нас спереди также ставится установка. Но есть еще вариант старповой крыши, то есть обычный драйвен, смотрите, здесь крыша у нас жесткая, это, получается, крыша у нас будет сдвигаться. Ну, мало ли вам там что-нибудь, не знаю, приспичит сверху сюда загрузить, если вдруг в эти двери что-то у вас не поместится. Для наглядности возьмем рефрижератор, потому что здесь у нас меняются установки. По типу шасси двойной 3 плюс 2, соответственно, имеется и 3 плюс 3. Если ставим 3 плюс 3, то у нас, конечно же, теряется возможность установки сюда какого-нибудь инструментального ящика, у них тут просто нереальное количество. По покраске кузова есть у нас как бы обычный такой стандартный заводской цвет, ярко такой белый, можно по-собственному как-то разрисовать, ну, либо целиком под один цвет все это загнать. Оставим в заводском варианте как есть. По тюнингу давайте смотреть. Начнем с рефрижераторных установок. Есть у нас первая Lumico, называется. Ну, я опять же думаю, что это именно те установки, которые, скорее всего, устанавливают именно с завода. Скорее всего, опять же, это финская какая-то фирма. В общем-то, выглядит он вот так. Есть второй вариант. Честно, даже вообще не знаю, чем они отличаются. Хотя вот тут написано 300 DS, а тут 400 GS. То есть это, видимо, мощность установки. Модель какая-то другая, я не знаю. Дальше у нас идет Thermaking, керриер, еще один керриер. Опять же, Lumico LT9. Mitsubishi даже есть. К самим установкам вообще тоже никакого вопроса абсолютно нет. Нет никаких мыльных текстур и прочего. Вообще все очень здорово сделано. Ну и, соответственно, есть Thermaking, который, наверное, устанавливается, в принципе, вообще на все трейлеры. Ну, дабы было трушно, давайте поставим Lumico. Типа, ну, финская, все дела. Ну, вы поняли. Здесь у нас имеется вентиляционное отверстие. Кстати, они могут быть разные в зависимости от того, какой вы устанавливаете. Ну, я имею в виду, если на рефрижератор, оно у нас, точнее, да, на рефрижераторе оно у нас будет одно, вот такое, да. Если вы ставите, допустим, Drive-in, у вас там, ну, просто, грубо говоря, такое маленькое окошечко будет. Здесь в углу у нас клеятся логотипчики. То есть, опять же, вы можете сами все подобрать, выбрать, как вам, как вам по душе, что захотите, то и выбираете. Здесь ниже мы можем поменять цвет топливного бака. Вообще, как бы он, по идее, должен стать красным, но ничего не происходит вообще. Но на других, кстати, типах шасси он меняется. То есть, если ты, кстати, я почему-то их меняю, они вообще не меняются. Вот. То есть, получается, только крепления, то есть, у нас перекрашиваются, да, а сам топливный бак остается заводским цветом. Очень-очень странно. Можно покрасить у нас, конечно же, шасси в красный цвет, чтобы все у вас было по фэншую. Несколько вариантов лампочек. То есть, видите, это как бы типа в бок светит. А эти вот похожие на вот эти рожки, да, которые по бокам на трак у нас ставятся. И, в общем-то, вот такие вот они кругленькие у нас и здесь. Ну, давайте оставим такой вариант попроще, классическую, так скажем, выберем. По защите, да, то есть, что у нас тут есть. Всяческие хромированные ящики, на которые можно наклеить также логотип. Екери, который здесь присутствует в разных, опять же, цветовых вариациях. В общем-то, можете ящики сделать хромированные. И то же самое, все у нас дублируется уже ящиками непосредственно в краску. Плюс ко всему есть с плачничком, конечно же, вариант. Ну, такой самый, наверное, простой. С тремя... нет, с одним ящиком. Просто здесь еще целых три ручки. Ну и самый такой, наверное, бюджетный вариант. Либо вообще можно это просто полностью взять, удалить. У нас будет голая база. Но, опять же, для наглядности давайте возьмем тот вариант, где больше всего у нас, получается, идет ящиков, ручек и так далее, чтобы все это выглядело красивым. Здесь вот это что такое, я не знаю. Hockey Pack Parts. Вообще понятия, друзья, не имею, что это такое. Вот какие-то желтые наклейки клеятся сюда. И они у нас не дают потом установить непосредственно крыло на среднюю ось. Что это такое? Напишите в комментариях, потому что я реально не знаю. Я реально с этим не сталкивался. В интернете информацию я не нашел, потому что это, ну, такое узконаправленное что-то, видимо. Кто сталкивался, кто знает, в общем, пишите. Реально будет интересно просветиться, что это такое. Но, тем не менее, раз уж мы с вами заговорили о крыльях, они у нас меняются, могут быть пластиковыми, также могут быть пластиковыми с отражателями, то есть еще больше всяческих лампочек и прочего. Можно их покрасить под цвет рамы. Плюс ко всему, если мы имеем дело с низкорамными трейлерами, ну, это давайте, ладно, давайте, это я уже вам там покажу, потому что это там нам подойдет. А пока что здесь мы просто возьмем, поставим наши замечательные крылья, чтобы все выглядело красиво. Ну, и здесь, конечно же, мы с вами налепим фирменные брызговички, чтобы, опять же, все это было красиво, классно и качественно. Дальше смотрим по задним воротам. Что у нас меняется? У нас всяческие светоотражатели, вентиляционные отверстия, опять же, да, то есть, что вам нужно, то вы себе здесь и поставите. Я просто показываю. Здесь у нас меняется цвет заднего бампера, чтобы не выделялся, так скажем. Кастомный, лицензионный. И, господи, почему я говорю лицензионный постоянно? Лайсенс, это как бы, ну, короче, государственный регистрационный знак. Назовем это так по-русски. Соответственно, можно какие-то кастомные фонарики поставить, если у вас есть пак каких-то дополнительных фонарей. Ну, и, в общем-то, по основному трейлеру как бы, в принципе, все. Дальше смотрим по установкам. Соответственно, также они у нас здесь меняются. Можете выбрать, посмотреть, что вам наиболее предпочтительно. Опять же, здесь у нас также ставятся логотипчики. Чуть-чуть ниже, так скажем, опять же, вентиляционное отверстие. Здесь спереди у нас ставятся, опять же, всяческие ящички, на которые можно, опять же, налепить логотип. Здесь начинается самое интересное. Друзья, перед тем, как ставить крылья, ну, просто мы ставим крыло, и у нас получается, что оно у нас, ну, как бы через колесо, через резину торчит. Мы заходим в резину, ставим колесики немножечко поменьше. Ну, и, соответственно, здесь мы выбираем уже другие диски. Они есть, как обычный глоссовый вариант. Можно их подогнать под покраску. Есть также и хромированный вариант. То есть вариантов здесь очень-очень много. Выбирайте, что хотите. Опять же, к вам вообще никаких вопросов не будет. Также у нас здесь меняется ступица, но оставим стандарт, дабы не растягивать обзор. И плюс ко всему у нас меняются гаечки. Здесь посередине, вот про что я и говорил, если мы выбираем трехосный вариант, у нас пропадает возможность установки вот этих дополнительных ящиков. То есть, ну, может быть, кому-то они нужны. Как бы я просто покажу, что они здесь ставятся. Соответственно, абсолютно та же самая у нас ситуация может, может, повторяюсь, возникнуть именно с задней осью, потому что, видите, вроде как бы поставил, все хорошо. Но мне кажется, что вот эта ось у нас еще плюс ко всему подъемная. То есть вы ее поднимаете, да, даже видно, что она у нас висит подвешенная. И у нас получается, что как бы, грубо говоря, четырехосный, даже нет, не четырехосный, раз, два, трехосный трейлер получается. И вот этим задним трейлером, прицепом нам легко управлять, легко рулить. И никаких проблем у нас с парковкой там, с какой-то еще где-то у нас не будет. Сейчас, опять же, быстренько наводим красоту, ставим брызговички. И опять же, сзади у нас есть возможность установки этих самых ящиков. То есть, ну, тут просто космос какой-то. Ящикофилы будут довольны. Кстати, новое слово, ящикофил. Ладно. Итак, по задней части, по воротам, то есть абсолютно у нас идут те же самые наклейки, вентиляционные отверстия, дверцы и тому подобное. То есть, в принципе, здесь вы сами поковыряетесь, посмотрите и поставите то, что вам больше всего нравится. По заднему бамперу он может быть вот такой вот большой и красивый, типа Голландия стайл вся фигня. Также можно сделать его маленьким по аналогу, так же, как и спереди. Если вы выбираете такой вариант, то, соответственно, вам будут доступны, ну, более, так скажем, стандартные задние фонари. Если выбираете уже вариант такой серьезный, большой, так скажем, сразу давайте выберем краску. Здесь также давайте сразу поставим государственный регистрационный знак. Можно, конечно, да, типа единую такую стилистику сохранить. Типа здесь светодиоды, здесь светодиоды, но можно выделиться и вот сделать такое Hello Old Style. То есть, как раньше, типа, он был. Ну, а здесь как бы уже это не ставится. То есть, либо какой-то пакет тюнинга по пути потерялся, пока этот мод скачал. То есть, ну, не знаю, куда он делся, куда он пропал. Если, блин, здесь есть такая возможность эти фонарики поставить старые, то сюда как бы ее тоже надо добавлять. Но, дабы, опять же, повторюсь, не выделяться, просто сделаем подновье. Вот, в принципе, и все, наверное. Можно еще вот здесь такие вот поставить габаритные рожки, как я их называю. Ну, и, соответственно, метелка. Может быть, она у нас просто крашеная в сам непосредственно цвет будки. Почему-то здесь это идет, хотя, по идее, она должна быть красная, потому что здесь хотя бы она красная. Ну, и два вот таких вот у нас интересных, стандартных, получается, идет вариант. Ну, и лампочки, соответственно, боковые. Вот, в принципе, и все, друзья. То есть, по типу грузов, которые эти трейлеры могут перевозить, ну, сами подумайте, это рефрижератор, плюс ко всему есть драйвен. То есть, все то, что перевозит дефолт в этих направлениях, все то же самое перевозят эти трейлеры. Кстати, еще забыл, здесь у нас можно поменять топливный бак. Ну, почему-то не меняется, не знаю. Здесь почему-то только меняются крепления, а сам топливный бак остается некрашенным. То есть, ну, как-то это немножко странновато, наверное. То есть, как бы я не понимаю, почему это не работает. В общем, все, друзья. Ссылочку я оставлю в описании. Это будет ссылка на официальный форум. В принципе, там вы можете скачать. И там же, плюс ко всему, вы можете найти версию для воркшопа. То есть, кому неудобно там качать моды отдельными архивами, тот может просто подписаться на воркшоп и забить, так сказать. Просто обновления будут приходить автоматом. На этом все, друзья. Будем ждать следующих трейлеров. Это NTM, если я не ошибся в названии, и трейлеры VAC. То есть, на них, в принципе, плюс-минус похожи. Но, тем не менее, они нереально крутые. Там есть и как прицепы, так и полуприцепы, и тандемовские всяческие вещи, вкусности. В общем, ребята, ждем. Ну, а на этом сегодня все. Еще раз напомню, все ссылочки в описании. Я очень надеюсь на вашу поддержку, на ваши подписки, лайки, комментарии. Все, друзья. Пока-пока. Увидимся.